День города Бреста ежегодно радует брещан и гостей города над Богом яркой, интересной и насыщенной программой. В этом году праздничные мероприятия пройдут с 26 по 28 июля. На Советской будет тоже проходить ряд мероприятий. Будут и концерты, и читающий бульвар будет, который посвящен 80-летию освобождения Беларуси. Это наши библиотеки проводят. Концерт интересной брестской группы будет «Негатив Зеро». Уже этот концерт начнется непосредственно на фонтане, перед нашим модным показом. Фейерверком завершится этот день, 26-го, и фейерверк будет в районе Парка Мира, там, где у нас проводятся облака молока. Уже ни для кого не секрет, что в Брест вернулся семейный фестиваль облака молока. Фестиваль откроет двери после перерыва. В последний раз он проводился в 2019 году и был приурочен к тысячелетию Бреста. На фестивальной арене вырастет целый молочный городок с интерактивными площадками, инсталляциями, необычными фотозонами и просторным фудкортом. Основная площадка будет в Парке Мира. Приглашаем всех желающих уже днем, потому что там будут концерты, конкурсы, дегустации, продажи. Очень много игровых зон. Это большой праздник семейный. Вот то, что у нас будет в Парке Мира, это семейный праздник. И будет много артистов самых разных. Там такие списки мне сейчас присылали на согласование. Большое количество артистов, но хедлайнеры этого мероприятия, это будет Хабиб. И концерт, выступление Хабиба будет 26 июля в 21 час на стадионе Стрейт. Приглашаем всех туда. Не обойдется и без уже традиционного фестиваля моды «Лук-бок». Территория перед Дворцом водных видов спорта превратится в одно праздничное пространство с развлекательными и торговыми зонами, аттракционами, спортивными и творческими площадками. Участниками модного события станут швейные предприятия Бреста, Беллик Прома, Узбекистана и Российской Федерации. Как и в прошлом году, Брещан также ждет показ шоу на фондане на Советской. И это далеко не все сюрпризы. Интересно, что мы открываем новые имена. И вообще, когда погружаешься в этот мир моды, видишь, что не зря в Бресте такой праздник, потому что именно моды и стиля. Наверное, те, кто приезжал в прошлом году, они просто подходили ко мне потом и говорили, что вы знаете, ну, действительно, вы очень модный город. Такого нигде нет. Ни в одном городе Беларуси. Вот просто нет. У нас действительно шьется самая модная одежда в стране. Это можно сказать с уверенностью. Самая важная дата для города над Бугом – 28 июля 1944 года, когда Брест был освобожден от немецко-фашистских захватчиков, не останется в стороне. В этот день организаторы подготовили обширную культурную программу, включающую митинги и возложения, открытие памятных досок и автопробеги. И мы обязательно расскажем вам о них в эфире любимого телеканала БугТВ. Василина Рускевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.